На Псалом 121 Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. А теперь многие даже огорчились бы при таком приглашении. Если кто пригласит идти на конские аресталища или на звелище беззаконное, то стекаются многие, а в дом молитвы немногие идут без лености. Но не так было с иудеями. Что может быть прискорбнее, когда христиане оказываются беспечнее иудеев? Отчего же они сделались такими? Опять повторяю, от плена они сделались лучшими. Те, которые прежде гнушались и избегали храма и слушания и изречений божественных, ходили на горы в рощи и дубравы и предавались великому нечестию, теперь оставили пристрастие к суеверию с радостью, и внемлют этому призыву, пробуждаются, восстают и восхищаются в душе своей. Они страдали голодом и жаждою. Не жаждой хлеба, жаждой воды, но голодом слышания слова Божия. И испытав такое наказание, с большим желанием стремятся к тому, от чего прежде отступили. Они обнимают самый помост Сиона и говорят «Возрадовались, возлюбили рабы твои и камни его, и о прахе его жалеют». Еще «Когда приду и явлюсь при лице Божие, помяну тебя с земли Иорданской и Иермонской, с горы Цаар». И еще «Воспомянул об этом, вспоминал и изливал душу мою». Что скажешь мне, помянул ты? «Вступал с ними в дом радости, в дом Божий». То есть, что я приду с этими ликами, этим торжественным собранием, этому богослужению. Стих 2. Вот стоят ноги наши во вратах твоих и Иерусалим. Видишь ли чрезмерную радость? Как бы уже получив желаемое, они радовались самому призванию и с великой любовью обнимали дом молитвы и город. Так Бог всегда поступает. Когда мы, владея благами, не чувствуем этого, то Бог исторгает их из рук наших, чтобы то, чего не сделало обладание, сделало лишение. Тоже испытали они, обнимая храм, обнимая город, воздавая великую благодарность Богу за возвращение им Отечества. Иерусалим, устроенный как город, слитый во дно. Указывает на время до построения его. Или по другому переводчику, мы возвратились в Иерусалим, построенный как город. Указывается на события после плена. Так как тогда во всем городе было великое запустение и развалины, башни были неспровергнуты, стены разрушены, и только видны были остатки Древнего Отечества, то возвратившийся Иудей, видя его запустение, припоминает прежнее его благосостояние, превозносит его по хвалам и говорят, что город, столь славный и великолепный, имевший церковь, начальников, царей, первосвященников, и отличавшийся великой красотою, доведен до такого жалкого состояния, а что это так, выслушай самые слова, Иерусалим, слитый, ведимый, устроенный как город. Следовательно, тогда он еще не был городом. Тоже видно и следующие слова, которые прибавляет пророк. «Куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне!» Здесь он говорит, что в городе здания были слитые, твердые и сплошные, что между ними не было ничего пустого, но во всех местах он был застроен, часто совершенно слитный, так что был до плена непрерывным и связанным целым. Далее высказывает ему и другую похвалу, куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне! Этим особенно украшался город. Не столько великолепием и зданиями, сколько тем, что все стекались туда, когда происходило народное или церковное собрание, или предстоял вопрос о чем-нибудь. Так как здесь находился храм, отправлялись все богослужебные обряды, были и священники, и левиты, и царский дворец, и неприступное святое святых, и преддверие, и жертвы жертвенник, и праздники, и торжества, и молитвы, чтения, одним словом. Так как здесь сосредоточена была вся сущность общественного устройства, то сюда должны были собраться все колена, особенно три раза в год, в Пасху, Песчатницу и в праздник Кущи, потому что в других местах все это было недозволено. Поэтому-то в похвалу города он и говорит, там зашли колена. Не просто сказал колено, но колено Господни. Хотя все колена были Господними, но им не было дозволено совершать все это в собственном Отечестве. Такая честь была предоставлена столице, собиравшей и привлекавшей к себе всех. 377. Это было установлено в целях Бога познания, чтобы иудеи, блуждавшие повсюду, не имели поводов и путей, кидало поклонству. Потому Бог заповедал там приносить жертвы, там молиться, там отправлять торжества, самым ограничением места, желая оградить, удержать и обуздать их мысли, склонявшиеся к нечестию. Это и выражает пророк словами «колено Господни». Что значит «колено Господни» по закону Израилеву? Величайшее свидетельство, доказательство, знак промышления Божия, при котором не оставалось им никакого оправдания, если они отступят, совратятся и уклонятся к идолам. Это было величайшим свидетельством его промышления, силы и премудрости. Там читался закон, который содержит сведения и повествования о древних великих событиях. Там они, встречаясь друг с другом, соединялись с любовью. Там совершившиеся торжества служили для них поводом и случаем их взаимным сношением. Усилился страх Божий. Нанажалось благочестие и бесчисленное множество благ происходило от стечения их в этот город. Исповедовать имени Господи, то есть благодарить, совершать богослужения, молиться, приносить дары и жертвы, что руководило их благочестию и делало общественное устройство более твердым. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Вот и другое преимущество города. Какое? То, что там царские чертоги. Это именно и означает слова. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Двоякое начальство, священников и царей. Там соединялось в одно, так что город украшался как бы двойным украшением, венцом и диодемою. Там были судьи, которым восходили дела, превышавшие разумение прочих. Если в каких-нибудь других городах возникал вопрос, приводивший в недоумение, то его представляли как бы на апелляцию к судьям иерусалимским. И оттуда получалось разрешение. Так было в древности, а теперь все было в жалком состоянии. Было совершенное запустение, разрушение, развалины. Немногие остатки зданий жалкого вида, только намекавшие и напоминавшие о прежнем благосостоянии. Впрочем, пророк не ограничился своей речи этими печальными воспоминаниями, но возбуждает радостную надежду и говорит, «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Что значит «просите мира Иерусалиму»? Иначе сказать «просите», «требуйте». Другой переводчик говорит «приветствуйте Иерусалим». То есть молитесь, чтобы он возвратился к прежнему благосостоянию, чтобы избавился от частых войн, чтобы получил наконец спокойствие. Или это говорит пророк, или пророчествует. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие его». Здесь представляется величайшее благоденствие, когда оно не ограничивается только самым городом, но и любящие его наслаждаются благами, между тем, как в прежние времена было напротив. Тогда те, которые ненавидели его и нападали на него, были особенно сильны, сильнее и славнее других, и легко одерживали победы. А теперь те, которые любят тебя, будут в великой безопасности, будут ограждены вместе с тобою. Здесь он разумеет или тех, которые будут содействовать им, или самих граждан. «Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». 121.7 «Что значит в силе твоей?» «Значит в недрах твоих, в жителях твоих, в благосостоянии твоем. Так как война разрушительна и погубила его, то и желает им мира. Предсказывает им не только избавление от бедствий, но и получение бесчисленных благ мира, изобилия, плодородия. Какая польза от мира, если будут жить в бедности, нищете, голоде? И какая польза от изобилия, если будет война? Потому он и предсказывает им и те, и другие влага, и пребывание в изобилии, и пользование им в безопасности, в мире. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе! Разумеет или соседи, радовавшихся их падению, и молятся о мире, чтобы и те смирились и познали силу Божию. Или говорит о братьях, живших в городе. Итак, ради братьев моих и ближних моих да будет мир, чтобы вы хотя поздно успокоились, сделавшись от бедности лучшими. Ради дома Господа Бога нашего желаю благо тебе! Сказав ради братьев моих и ближних моих, и показав, что он молится об этом не ради заслуг их, но чтобы более облагодетельствовать их, прибавляет ради дома Господа Бога нашего! То есть, желаю большого мира его славы, для восстановления его богослужения, для большого распространения его учения. Одни из иудеев родились во время плена, а другие были свидетелями отведения в плен и возвращения. Первые узнали обо всем этом от старейшин, о бывшем прежде, при совершении богослужения, благолепия и благоденствия, которого они лишились. Видишь ли, как он смиряет их гордость, чтобы не подумали, будто они получили благо, как потерпевшие достойное наказание, но знали, что они возвращены в свое Отечество для славы Божией. И, зная это, были осторожны, что предаваясь прежним грехам, не испытать того же. Зная это, и мы будем всячески стараться не падать. Если же когда-нибудь впадем в грехи, то постараемся скорее отстать и не обращаться к прежнему, чтобы не услышать сказанного расслабленного. Вот ты здоров, смотри, не греши более, чтобы не случилось чего хуже. Иоанн 5,14 Это сказано для того, чтобы научить добродетельных крепко хранить свою добродетель, а освободившихся от грехов оставаться при доброй перемене, дабы всем вместе получить небесные блага, которых да сподобимся всем и благодатью человека, любим Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава по веки веков. Аминь.